Карин. Расскажите о том, когда и как вы были призваны в действующую армию. Как? Расскажите о том, как и когда вы были призваны в действующую армию. В действующую армию? В 1943 году. В году. Ну, это я месяц, наверное, не могу вам назвать. В 1943 году. И вот мы как раз в Чувашии попали, учили нас там. Я вам объяснил, учили нас. Я, значит, пулеметчиком был. Потом мы, значит, этих финнов гнали, гнали. Потом разведка передала, что финны отступают, а обоз тянется на 4 километра. А обоз. И у нашего командования, в общем, такое, ну как было, узнали они, что у их, ну а наше командование задумало перерезать дорогу им. Понимаете? Перерезать дорогу финнам. Вот. Ну а босс тянулся на 4 километра, а там, возможно, дивизия финнов впереди шла, а мы одним полком перерезали дорогу. Так? И вот в такой ситуации, такой ситуации, короче говоря, ну, я вам вот что еще могу объяснить. На Потсдамской конференции сошлись Черчилль, Рузвельт и Сталин. И решался вопрос, как нам победить Гитлера. Понимаете? Это не то, что мы одни Советский Союз победили, а все три страны, Англия, Америка. Сталин сказал, у меня нет ни продовольствия, ни техники. Я ставлю на алтарь Отечества для победы, ставлю живую силу людей, нас. И вот нас, Америка, нас, значит, английские машинели носили. У меня сейчас еще есть. Я ее изрезал. Вроде на дачу ездить, сапоги завертывать. Вот я так мечтал. Так она у меня где-то в чемодане находится. Это английский шинель. Ботинки американские, желтые, вот такие нам выдали. В вышнем волочке в городе. И эшелон стоял уже подготовлен, эшелон. Понимаете? Подготовлен уже нас на фронт вести. И мы в этих ботинках, в желтых. А мундирование у нас в английских шинелях мы были. У меня сейчас еще, вот, одеты мы были зимой. Зимой тепло одеты были. Нас та война финская научила. Там не сколько от пуль погибло народу, сколько от мороза. Первая финская война была. Ну, мы, когда перерезали дорогу эту финам, так он открыл такой шквальный огонь, что невозможно головы было поднять. А нам нужно окопать, окопать пулеметы. Я любил окапываться, любил пулемет окапывать, так? Потом, вот хоть молодой был, 17-летний, Осоображал. Если дерево с правой стороны, то подкапывать нужно на полметра ячейку туда, дальше. Если будет сильный обстрел, то туда. Раз, и все. А вот Дудоркин у нас со Спас-Канино, командир отделения у нас был, он не созволил этого сделать, а просто лежал, лежал на животе, И когда в дерево вдарил осколок, и ему в голову. И он от боли перевернулся. И когда принесли обед нам в тормозах, так? Старшина с солдатами принес там обедать. И говорят, давайте, говорит, будите всех. И вот Дудоркина, я, говорит, будил Дудоркина, он, говорит, лежит, храпит, храпит, лежит. А он смертельно был ранен. Он уже захлебывался кровью. И Баранчиков со Спас-Канино, с деревни, тоже, Олексинского района. Это все Олексинского района было. Спас-Канино, деревня, потом Баранчиков-Пластово. Я ездил туда, ездил, ездил я туда. Меня взяли, мне товарищ был хороший, старшина в части. Он говорит, поедем с нами, как гость. Просто как гость, говорит, с нами будешь. Понимаете? А им, в общем, кабанатом отстрелять хотели. Я приехал, мы были в Пластовом. Я не пошел к Баранчиковым. Они пришли, две матери, со Спас-Канино Дудоркина и Баранчикова. И с матерью, с моей, все трое обнялись. И такой вой открыли. А у меня сестра на костылях ходила. Она щитоводом в колхозе работала. Она грамотная у меня. Она училась в Ракоше, в Олексине. Я, говорит, не могу их растащить. Я сама на костылях стою. Она же на костылях только стоит. Они сцепились, говорит, и воют. И такой воет. Она меня на фронт писала. Она всем нам, троим, писала. У меня Мария с 23-го года, сестра, от Тулы дошла до Варшавы. Отец председателем колхоза работал. Дошел до Брестской крепости. Его комиссовали по возрасту, домой отпустили. А я, 17-летний, дальше всех ушел. Дальше всех. До Дня Победы. В общем, последние бои были. Там Восточная Пруссия называлась. Восточная Пруссия. Там жили поляки и немцы. И вот поляки нам в другой раз задавали вопрос. Товарищ, говорите, чего вы у нас стоите? Я после войны еще пять лет служил там, в Германии. Понимаете? Пять лет еще после служил. Вот поэтому я не пошел к Баранчикову. Не пошел. Не стал расстраивать их. Понимаете? Я был одет. Пальто у меня, каракль и воротник было хорошее. Я был просто одет, как пижон. Просто они взяли меня с собой. У меня друг был. Очень хороший старшина. И я поэтому не пошел к Баранчикову, потому что я пять лет еще после войны служил. Они уже это горе забыли. Зачем, думаю, я приеду и напоминать им буду? Хотя они и говорили, если Саша придет, пусть город к нам придет. Мы его, как родного, ваша сына, примем. Не пошел. Не пошел. Я не пошел. Не стал расстраивать их. Они уже забыли. Пять лет-то я после войны в Германии служил. Вот что. Вот так. И вот у нас, у нас, когда мы перерезали дорогу эту, финн-то, и у нас пехота, пехота, копнули по одной лопаточке под голову и заснули. Фины прошли, пехоту нашу порезали финнками, ножами. Порезали всю пехоту. А когда дошли до пулеметчиков, тут пулеметчики открыли огонь. Понимаете? Вот. И они такой открыли насильный огонь, что невозможно было головы поднять. Вот. Потом. В общем. Тут Командир батальона наш Асамбаеву Асамбаеву Бежал И Крикнул за мной, говорите. Вот. Мы Семнадцатилетние не понимали там ничего. В этой тайге, там тайга, лес, там неизвестно, где штаб полка, я примерно нипочем бы не нашел, потому что я не знаю ничего. Побежали через дорогу старшина и замполит. Старшину убили, замполит в голову ранило. А мы тут, я за этим капитаном, за этим капитаном уже следом, как он делает, так и я делаю. Мы уже краем леса побежали, не стали дорогу здесь перебегать. А чуть не с километра отбежали, а там перед мостом, там низина такая, понимаете? И вот он первый нагнувший, и я второй за ним, тоже так нагнувший. И у меня котелок двумя пулями пробит был. Они же по нас стреляли, а мы перебегаем. Вот. Перебежали дорогу на болото. Вот. Куда он, думаю, ведет, что? А я, как он, по болоту, сразу раз за дерево. И я так же делаю, как он, понимаете? И я так же все делаю за дерево, и все. И так мы пришли к штабу полку. И вот стоит лошадь серая. Кто на ней был? То ли замполит, то ли командир полка ездил. Не знаю. Но командир полка передает 84-й полк. Быстрей, быстрей. Если, говорит, не придет помощь, то штаб полка погибает. Вот так. И вот я слышу такой разговор. Думаю, ну все. Никогда я о смерти не думал на фронте. А этот раз подумал. А смотрел вот так, сосны, кругом лес. Думаю, вот погибнешь здесь, будешь лежать. И никто не будет знать, где ты похоронен будешь. Вот так. Ну, конечно, им нужна была дорога. А нас осталось 13 человек от полка. Всего 13 человек около полка. Заняли круговую оборону. Заняли круговую оборону. Медицинские два офицера сели в одну ячейку. Ну, говорит, погибать вместе уж будем. В одну ячейку сели. В одну. Там нарытые ячейки были приготовлены. Гранаты подвиг положили на брусьвер. И пистолеты держат в руках. А что это пистолет? Это от мух отгоняться только. Вот так. Ну, короче говоря, им нужна была дорога финнам. И они прошли, простреляли с этой стороны, с этой стороны. Ну, в общем, так мы... Вот так я остался. До самого города Сартовала дошли. Всё. И вот я вам уже рассказывал. В городе Сартовала нас. Сменили эти пограничники. И мы на месяц выехали на отдых. В город... В город... Я книгу написал. Брат и сыну отдал её. И у меня рукопись была. Альбом весь такой. Я всю жизнь описал свою. Всю жизнь описал. Вот. И я ему отдал книгу и говорю, пойдёшь на пенсию, делать нечего будете. Вот я говорю, вон служите у меня за Москвой сейчас сын. Вот. А дочка у меня сейчас со мной здесь пенсия. Вот так вот мы живём. Вот так. Может быть, пересядите? Ну, что вам ещё рассказать? Да. Потом... Нас интересует вопрос. Потом, значит, меня, как обстрелянного пулемётчика, вызывают в штаб полка и говорят... Инструктор, офицер говорит, я, говорит, вам предлагаю, как обстрелянного пулемётчика на ДШК, штаб дивизии 310-й охранять. Вот. Я им говорю, я учился, я говорю, на станковый пулемёт. Я не знаю, смогу ли я этим пулемётом стрелять. Ничего, говорит. Этот станковый пулемёт механический. Механический. А этот пулемёт ДШК, он работает на принципе взаимодействия пороховых газов. Так что и этим можешь, сможешь, только ватки не забывай, в уши закладывать. А то он грохает, говорит, сильно. И вот, и вот, и вот меня взяли штаб дивизии охранять, как обстрелянного пулемётчика. Вот. И взяли штаб дивизии охранять 310-й. Вот, девочки. Поэтому, милый, я и живой остался. Всё-таки штаб дивизии километра на три от передовой. Главное, из пехоты. А если бы в пехоте был, конечно, я бы, может, и жив бы не был. И живой бы не был. Расскажите, пожалуйста, что для фронтовиков было источником мужества? А? Что было для фронтовиков источником мужества? Как, как? Что для вас было источником мужества на фронте? Что побуждало вас совершать подвиги? Вот, вы рассказали, что на войне было много таких ситуаций, когда люди проявляли массовый героизм. Что было для вас источником вот этого, какая-то сила, которая вас подталкивала? Что давало вам силы жертвовать собой во имя страны? Что, силу давало? Да. Вот что было этим источником? А сила давало, вот, все равно нужно, все равно нужно соображать было. Соображение нужно иметь было. Вот я примерно, знаете как, если мне сказали, вот здесь пулеметный расчет, Ставьте здесь, вот на это болото будете, говорить, стрелять на болото, так? Вот. На этом месте ставлю. Я сначала осмотрю кругом деревья. Если дерево с этой стороны, с левой стороны, то я подкапаю под левую сторону. Если дерево с правой стороны, я подкапаю с правой стороны. И когда сильный бывает обстрел, тогда нужно обязательно туда, ну, жизнь-то одна. И вот Финн засекал, у него кукушки такие были, специально назывались. Они выходили на нейтральную полосу между фронтами. И вот где услышать он или увидеть, пулемет заговорил, сразу раз передает. И вот смотришь, трех, перелет. Потом второй выстрел, трех, недолет. А я лежу и думаю, ну, сейчас, как посредине вдавить, и жизнь твою конец. А тебе 17 лет. Вот такая жизнь была. Верили ли вы в Бога до войны? До войны вы верили в Бога? Чего? Верили ли вы в Бога до войны? В чего? В Бога. Вы верили до войны. В Бога верили до войны. В Бога. В Бог. Как? Это я не пойду. Верили вы в Бога до войны. В Бога. Во Всевышнем. А в Бога? Нет. Нет. А изменилось ли ваше отношение к вере после? Нас советская власть отучила от Бога. Мы не... Мы... Я не креститься и сейчас не умею. И на фронте не крестился никогда. Я не крестился никогда. И все. А сейчас я... Знаете, что вам скажу? У меня мать... Мать моя религиозная. Она ходила в церковь все время. И она, когда я приехал, она говорит, сынок, я за вас, за всех троих. Бога молила, чтобы вы пришли с ручками и с ножками, как положено. Чтобы не искалечены и пришли. А то у нас один пришел, кто с того финского фронта, правая рука вот так оторвана. Женился. Женился он. И мать смотрела, смотрела на него. Он-то ничего правой рукой-то делать не может. У его руки-то правой нет. И она, мать его, она закурила с горя. Только одна женщина курила. Ее курилка звали. Она курила. Вот она курила только поэтому, что сын пришел у ней без руки. Хотя он и женился, а он, ну, без руки. Он же... Правой руки нет. Это же самая рука, правая рабочая рука. Вот так. Ваше отношение к немецким солдатам. Как вы относились к немецким солдатам? А? Как вы относились к немецким солдатам?